вот забавно вот так вот отвозят машины которые неправильно припарковались то нее сейчас сигнализация еще пищал а теперь не пищит мы с вами ребята снова на этой выставке и вот я заметил разницу для пресса здесь было открыто а теперь вон построили забор стеклянный ну пластмассово стеклянный какой и вообще закрыли сюда проход а я подходил близко к этой машине прикольная не серийная машина так просто повипендриваться да конечно по сравнению с днями для прессы здесь народу просто очень много нереально много но ничего с детьми можно походить немножко вот она subaru аутбак который меня просили заснять ну что я к сожалению не знаю про subaru практически ничего поэтому не могу ничего комментировать сказать что нового что не нового что добавили что нет но так вот кто если хотел посмотреть на размер багажника вот такой вот он вот просто еще один аутбак но рядом стоит ни фигасе экран у него ну что ж вот вам интерьер как что у нас внутри заснимем вам повнимательнее подетальнее так сказать экран огромный сделали ну в общем вот так вот вам все сблизи ну теперь прокатиться на этих тойотах конечно же очередь опять же в отличие от пресс в ней вот вы можете посмотреть что было снаружи то что увидели внутри теперь вы можете посмотреть как это было снаружи вот 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 но ребята вы меня просили кто-то из вас заснять тиджей тойота я не знал что такая есть оказывается действительно появилась что-то новое и они здесь ничего особенно не написано гибрид написано но значит не электрическая я думал может быть человек путает fj крузер имел ввиду или что оказывается действительно тиджей но над же вот тиджей тоже крузер но внутри ее посмотреть тут походу не дают рядом они не стоят где-то открытые так что это вот все что есть только только снаружи только экстерьер это у нас демси судя потому что он не сильно большой это скорее всего демси каньон называется но в версии динали ну-ну на неё ford raptor мы в нем сидели даже смотрели и я только что догнал что это и есть тот самый raptor честно говоря лично я как бы визуальных отличий не вижу от обычного обычного f150 на колеса у него зашибись конечно ну на то он и raptor а а а а а а а Самый большой рам, 3500, не знаю, может даже еще и больше есть, но во всяком случае лично вообще для домашнего хозяйства даже полторы тысячи нормально хватает, а тут рам три с половиной, heavy-duty, он с двойными задними колесами, то есть четыре колеса сзади но это уж совсем, это слишком много, это для бизнеса, это что-то перевозить реально большие грузы какие-то, но не для домашнего использования так, еще меня просили снять новый GLS, но вот я как бы нашел его но дело в том, что он вот здесь вот так стоит и в него проход почему-то закрыт так что наверное не получится это сделать, ну так что извините, только сзади можно посмотреть ну и спереди наверное тоже а вот та единственная машина, которая была еще закрыта, когда я пришел сюда во второй уже пресс-день ну вот оказывается, что здесь было под брезентом ну в общем, все, на этом все, много не снимал так что ребята, всем пока, всем счастливо и до следующего года